Привет, я Андрей Сазыкин, это проекты по глубоким нейронным сетям на Python и сегодня мы будем разбираться, как использовать тензорный процессор Google для того, чтобы обучать наши нейронные сети. Мы будем это делать на платформе Google Collaboratory и если раньше на этой платформе для обучения нейронных сетей можно было использовать только центральные процессоры и ускорители GPU то теперь появились и тензорные процессоры. Чтобы подключить тензорный процессор Google к вашей виртуальной машине-коллабораторе нужно выбрать в меню Runtime, Change Runtime Type и в Hardware Accelerator выбрать TPU. Что такое тензорный процессор Google и чем он хорош для обучения нейронных сетей? Давайте посмотрим документацию Google. Тензорный процессор, по-английски Tensor Processing Unit, TPU это специализированная интегральная схема, по-английски ISIC которая специально разработана для машинного обучения. Центральный процессор подходит для любых задач, на GPU можно играть в игры и обрабатывать видео, а тензорный процессор подходит только для машинного обучения. Но задачи машинного обучения он решает очень хорошо. Google использует тензорные процессоры для таких продуктов, как переводчик, фото, поиск, ассистент и Gmail. Какие бывают тензорные процессоры? Сейчас есть три поколения. Современная третья версия TPU, которая появилась в этом году, имеет производительность 420 Teraflops. Флопс – это количество операций с плавающей точкой в секунду. Здесь указывается одинарная точность. Размер памяти в TPU третьей версии – 128 ГБ. В коллабораторе доступно предыдущее поколение TPU, Cloud TPU версия 2, производительность 180 Teraflops, память 64 ГБ. Производительность на одинарной точности сопоставима с современными GPU, а память 64 ГБ гораздо больше. Кроме отдельных TPU, Google предлагает кластер Cloud TPU Pod IFA. Он составлен из тензорных процессоров второго поколения, объединенных между собой сетью 2D Tor и производительность этой системы 11,5 Petaflops, память 4 ТБ. Но такая система пригодна для обучения гигантских нейронных сетей. А мы рассмотрим использование второго поколения TPU, который доступен на платформе коллабораторий бесплатно. Я не буду углубляться в аппаратную архитектуру тензорных процессоров. Мы рассмотрим только те особенности этих процессоров, которые нужно учитывать при обучении наших моделей. Опять же рассматриваем документацию Google. Тензорный процессор состоит из модулей Matrix Unit, которые хорошо подходят для операции перемножения матриц и умножения матрицы на вектор. Также здесь хорошо работают операции свертки. TPU состоит из 4 чипов, и каждый чип имеет 2 ядра. Всего получается 8 ядер. Как происходит обучение на таком процессоре? На каждом узле запускается отдельная копия графа TensorFlow, а сейчас TPU поддерживает только работу TensorFlow. И копия обучаются на 1,8 части данных от мини-выборки. Матричные устройства имеют размер 128х128 и используют особую структуру данных «Систолический массив». Очень интересная структура, рекомендую почитать о ней в интернет. Также особенности работы с памяти в TPU рекомендуют, чтобы размерность данных, с которыми вы работаете, была кратна 8. Как выполняются операции с матрицами на TPU и как обеспечить максимальную производительность? Матрица разбивается на отдельные блоки 128х128, поэтому желательно, чтобы либо размер мини-выборки был кратен 128, либо размерность наших признаков была кратна 128. И при этом желательно, чтобы они были кратны 8. В таком случае, тензорный процессор на ваших данных будет работать быстро. Иначе ему придется дополнять ваши данные до нужного размера, что замедлит выполнение программы. Итак, давайте рассмотрим, как использовать тензорный процессор для того, чтобы обучить модель на Keras, которая распознает объекты на изображениях из набора данных CIFAR-10. В качестве бакенда для Keras мы используем TensorFlow, поэтому можем обучать модель на тензорном процессоре Google. Подключаем нужные нам модули, создаем список названий классов из CIFAR-10 для удобства, загружаем набор данных средствами Keras, ради интереса просматриваем какой-то элемент данных, вот здесь на картинке изображен олень, номер класса 4. Для распознавания объектов из набора данных CIFAR-10 мы будем использовать сверточную нейронную сеть. Она создается следующим образом. На входе слой пакетной нормализации, затем два слоя свертки, слой подвыборки, слой регуляризации Dropout, затем еще один такой же каскад, слой пакетной нормализации, два слоя свертки, слой подвыборки и слой Dropout. После этого начинается часть, которая отвечает за классификацию, полносвязный слой 512 нейронов, Dropout и выходной слой на 10 нейронов, что соответствует количеству классов нашей задачи. При компиляции моделей мы используем оптимизатор из состава TensorFlow. Сейчас оптимизаторы Keras пока не поддерживаются на TPU. Создаем модель, которая работает на центральном процессоре. В Keras, если мы используем GPU, то можем обучать ту же самую модель, которая подходит и для центрального процессора. На TPU пока так делать нельзя, нужно преобразовать модель для центрального процессора в модель для TPU. Давайте разбираться, как это можно сделать. Начнем с того, что получим адрес нашего тензорного процессора в облаке Collaboratory. Это выполняется следующим образом. Адрес процессора задан в коллабораторе в переменной окружении collab.tpu.adr. Вот он выглядит таким образом. После того, как мы получили адрес тензорного процессора, мы используем функцию keras.tpu.model для того, чтобы создать модель TPU на основе нашей модели для центрального процессора. Здесь мы указываем, какой TPU будем использовать для создания модели. У нас включен журнал на уровне info. Мы видим, что найден наш тензорный процессор. В нем 8 ядер, 1 walker, 1 TPU. И в конце написано, что TPU model экспериментальный может быть изменена или удалена в любое время без предупреждений. Надеюсь, со временем Google сделает, чтобы модели keras можно было обучать на TPU без преобразования, так же, как сейчас их можно обучать на GPU. Выведем краткую характеристику модели на TPU. Выглядит она так же, как и обычная модель keras. Обучается модель на TPU похожим образом, с помощью вызова метода fit. Нужно учесть при указании размера мини-выборки особенности тензорного процессора, а именно, что процессор имеет 8 ядер, и каждое ядро обучается на 1,8 размера доступных данных. Для того, чтобы ядро выполняло операции эффективно, размер данных в ядре должен быть кратен 128. Поэтому мы выбираем размер мини-выборки 256, кратно 128, умноженное на 8. 8 по количеству ядер. Запускаем обучение на тензорном процессоре. На первой эпохе происходит компиляция модели для тензорного процессора. Компиляция занимает длительное время, хотя по сравнению с общим временем обучения сети небольшое. Компиляция закончилась, завершилась первая эпоха обучения, 22 секунды. Следующие эпохи обучения будут занимать гораздо меньше времени. 5 секунд, 6 секунд. Давайте подождем, пока обучение будет завершено. Обучение завершено. На обучающем наборе данных доля верных ответов составила 84%. Видно, что доля верных ответов растет, поэтому вполне вероятно можно обучить еще несколько эпох. Но для демонстрации, я думаю, этого вполне достаточно. Давайте оценим работу сети на данных для тестирования. Оценка также выполняется на тензорном процессоре. И доля верных ответов на тестовом наборе данных составила 80%. Ожидаемо меньше, чем на обучающем наборе данных. Теперь нам нужно сохранить нейронную сеть для того, чтобы ее можно было использовать для распознавания, в том числе для распознавания на центральном процессоре. Вызываем метод SaveWeights. Сохранить веса у модели. Видим, что веса были переданы из TPU на CPU. Данные записаны в файл cfar10.module.h5. Давайте убедимся, что такой файл действительно есть на диске. Да, файл есть. Обратите внимание, что мы сохранили данные на диск виртуальной машины. После того, как коллаборатори останавливает виртуальную машину, все данные с нее будут удалены. Если вы хотите сохранить веса, загрузите их на свой компьютер. Загрузка занимает некоторое время. Веса модели загружены. Теперь давайте применим эти веса для того, чтобы распознавать объекты на изображениях, но на центральном процессоре. Вызываем функцию создания модели еще раз и загружаем в нее веса, которые были обучены на тензорном процессоре. Показываем характеристику модели. Модель та же самая, что мы создавали до этого с загруженными весами. Выберем какой-нибудь объект из тестового набора данных. Вот, например, объект номер 111, самолет. Добавим размерность к изображению, так как в Keras метод предикта работает со списком объектов. Запускаем распознавание. Вызовом метода предикт у модели, которая работает над CPU. И результаты. Почти все выходные значения близки к нулю, кроме первого, что соответствует самолету. На картинке действительно самолет. Итак, что у нас получилось. Удалось применить тензорный процессор для того, чтобы обучить сверточную нейронную сеть на Keras. Производительность по сравнению с GPU увеличилась не сильно, так как CIFAR-10 это маленький набор данных. И его недостаточно для того, чтобы загрузить все мощности TPU. Однако, вполне достаточно для того, чтобы подтвердить работоспособность тензорного процессора, который сейчас в облаке-коллабораторе доступен совершенно бесплатно. Я надеюсь, что вы попробуете применить этот процессор для своих задач, которые будут более крупные и серьезные. Пишите в комментариях, что у вас получилось. На этом занятие закончено. Спасибо, что смотрели. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...